Гимн молоку хотелось написать. Бытие, 41 глава, 4 стих. И съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. Гимн молоку хотелось написать. В голодный год, как раз послевоенный, дояркою тогда трудилась мать в колхозном рабстве вовсе за бесценок. Писали трудодни, спасли одни от высылки, от лагерей ГУЛАГа. И это все нас ради, вон и дни не знали денег, месячной зарплаты. Корова наша, стоя на учете, обязана была союз кормить. Мать вспоминала, будучи девчонкой, считались все с коровой короли. Кормилицу колхозную доила и, крадучись, давала молока. Хотя и медленно, но возвращала сила, и щеки зарумянились слегка. Бог обещал молочную реку в земле обетованной и из меда. Сказания древности о молоке рекут. Коров не любят только идиоты. Она кормилица, а вымя химзавод. Река молочная, плывет и сыр, и масло. Пьет молоко рогатых, кто пасет. Коль не заразное, сырое не опасно. А брат, творог, в хозяйстве все впрок. Печь русская с горшками, чудом пенок. Сосок от вымени на выделанный рог, насытится смеющийся ребенок. Мне из телячьей кожи сапожонки сшил деревенский дедушка умилец. Отец их ценности дегтям приумножил. В них чуть ли и не спал я целый месяц. Ну что за стих о молоке, о корове, Мне пробурчит Борчук-молокосос. Он и не слышал. Бедному здоровье дает мычащий друг молоковоз. Игнатий Лапкин. 8 сентября 2003 года. Читал Владислав Кавачев.